17 числа наша рота зашла на позиции, то есть Азов был снова в деле. Что мы обнаружили за то время нашего отсутствия? Сепаратисты очень сильно укрепились, используя как раз время перемирия, прекращения огня и активно начали минирование улиц, которые соприкасаются с нашими позициями. То есть заложили достаточное количество растяжек минно-оправленного действия. 18 числа мы заметили тепловизор, то есть множество отблесков и следы работы вражеских групп. Я отправил группу разминирования, чтобы начало детерминацию этих элементов, то есть поражающих. Чтобы, во-первых, не подвергать риску наших людей, когда мы подвозим топливо, подвозим припасы, и не подвергать риску жителей, которые живут на соприкасаемых с нашими позициями улиц. Группа Сатаны, Сатана был нашим инструктором по разминированию, то есть это действительно опытный воин с многодесятилетней историей. Он воевал, защищал родную Грузию против оккупантов. Он учил нас, как это же тоже делать. Он научил нас, как разминировать. Поскольку таких специалистов, чтобы подготовить действительно опытного специалиста, сапера, нужны долгие годы. У нас, к сожалению, пока не было этого времени, чтобы достаточно подготовиться. Поскольку такую работу приходилось делать собственным инструктором. Вот он шел первым, основную группу прикрытия он оставил позади себя и пошел делать свою работу. После этого, как он разминировал определенную часть, начался бой. Он попал в засаду. То есть его обстреляли, он отошел. Мы пытались его вытащить. Целый день завязался бой, чтобы вытащить раненого Сатану. Они нас отрезали. Оказалось, те улицы, которые должны были быть пустыми, были полностью кишили сепаратистами. Они прижали кинжальным огнем. После этого мы провели контрмеры и контратаку. То есть провели несколько операций, чтобы освободить тело. Но сепаратисты пытались захватить его в плен и оттащить к своим позициям. Они оттащили его буквально к своему блокпосту, прежде чем мы смогли обезвредить нескольких сепаратистов. Тогда они, видя, что не могут захватить тело, совершили ужасное преступление, Согласно нормам международного права, они заминировали тело. Позже, уже когда сотрудники миссии АБСЕ выступали посредствующим звеном по обмену убитыми, поскольку мы тоже достаточно большое количество противников уничтожили в этом бою, действительно пять человек подтвержденных и до пяти под вопросом, то миссия АБСЕ активно способствовала возвращению тела героя. Позже, вчера, 19 числа, совершился прекращение огня, еще одно соглашение. И тогда мы имели возможность забрать нашего бойца, сатану. Мы, конечно, очень скорбимы. Это была действительно для нас очень сильная потеря. Это грузины стали нашими братьями. В нужный тот момент, когда даже множество из наших соотечественников не рискнуло бросить все, не рискнуло встать на защиту своей Родины. Эти люди, которые не имеют никакого отношения к Украине, не имеют никакого отношения к нашей войне, все равно взяли оружие в руки и учат, как это делать нам, поскольку имеют опыт уже борьбы против оккупантов. В Грузии был точно такой же сценарий. Это точно такая же зона конфликта с площадкой обострения войны, потом такой затянувшийся конфликт с посредством российских миротворцев, с посредничеством, и который потом вылился в полномасштабное вторжение российской армии. Вот наши побратимы грузины учат нас, чтобы не повторить их ошибок, учат нас, что от врага добра не ищут, что нужно быть готовыми. То есть они нам показывают, какие подлости. И вот мы видим весь этот бой, к чему он привел, как они заминировали его тело. То есть мы понимаем, чего ждать нам нужно от этих врагов. Да, конечно, международные соглашения, международные миссии всячески пытаются нам помочь, но наши оппоненты, наш противник, он не соблюдает никакие нормы международного права. То есть это соглашения получаются односторонними. Мировое сообщество должно обратить внимание на вот эти вопиющие акты нарушений. То есть как можно дальше держать всех в напряжении и соглашать эти односторонние акты, когда мы не стреляем, а наши отряды уничтожаются. То есть мы не будем складывать оружие. То есть если нашего бойца уничтожат, мы будем применять оружие в ответ. То есть я не подвергну риску своих парней. Также хотел бы выразить огромнейшее соболезнование родственникам Сатаны, его жене и его детям. Хочу сказать, что я был очень горд, что под моим началом служил и воевал такой достойный сын грузинского народа и, можно сказать, сын украинского народа. Что этот человек действительно стал для нас братом, побратимом и соотечественником на время этой войны. Его подвиг никогда не будет забыт. Мы будем стараться отомстить за каждого нашего убитого десятками, сотнями ихних.